Доброго здоровья, друзья, вам, вашим родным и близким, вашим питомцам. Угостите их сегодня чем-нибудь вкусным. И пусть это будет считаться упокоем за упокой души погибших лохматой души. Погибло 13 собак, 161 упали на лапы. Проблема сейчас, как я считаю, в корме. Мы очень долго ждали его поставку, а нам его задерживали. Но как только привезли, мы сразу разнесли, и буквально на утро началась беда. Меня пытаются обвинить в том, что мы могли дать другой корм. Друзья, могут подтвердить волонтеры, которые у нас бывают. У нас сутки не было вообще никакого корма, кроме пары мешков для малышей. Для щенят. И, возможно, именно это спасло им жизнь. Тем, что малышей и щенков мы кормим за счет волонтеров и наших друзей. Кто покупает нам, привозят 2-3 мешка, но покупают корм именно для маленьких. Мы не кормим их с общего заказа. Привезли 10 тонн корма. Мы радовались. Если бы мы знали, что нас ждет на утро. Девочки, катетеры ставим, где успеваем. Привозим на тележках собак, ставим катетеры. Я пока размещаю в 18-й бетовке. Катетер поставила, сейчас будем капать сразу. И сразу подключаем к капельницам. Так, привезли еще. Ага, остальных увезли туда. Так, давай вот перекладываем, этим ставим катетеры. Так, все, катетер поставила. Сейчас будем капать, сейчас место подготовим. Там матрас надо подстелить еще один. Сейчас, моя золотая. Сейчас, моя солнышко, потерпи 5 минут. 5 минут, солнышко. Сейчас, моя хорошая. Так, все, сейчас. Сейчас поставим катетер. Ребята, собак продолжают возить туда и сюда. Продолжаем ставить катетеры. Ребята, продолжаем подвозить. Продолжаем капать. Лиля, сейчас не идешь? Там же щенком приехали. Лиля, где? Сейчас. Там, да? Так, да. Подождете, ладно? Так, ребят. Капаем, где можем. Капаем, здесь положили. У всех отказали лапы. Вот у этих девочек, у мальчиков, у всех отказали лапы. Поэтому лежат вот так. Лежи, маленький, ложись. Ложись, ложись, ложись. Лежи, солнышко, не вставай. Лежи. Тихо, детка. Тише. Лежи, маленький. Тише. Тише. Тише, деточка, тише. Моя хорошая девочка, тише. Мы сейчас не можем обвинять голословно никого. Но других причин, падежа собак, я не вижу и не нахожу. Не потому, что хочу себя отбелить или что-то сделать. Нет. Я вызвала бригады. Мы сдали все анализы. Мы сделали вскрытие погибших животных. Скоро это будет все документально подтверждено. Но уже сейчас врачи, осмотрев животных, ставят диагноз. Сейчас отравление. Каким именно ядом или каким передозировкой какой, мы не знаем. Еще раз повторяю, друзья, не будем гадать. Подождем конкретно, что нам скажут лаборатории. Вчера, друзья, это был адский труд. Но я искренне благодарна всем, кто отозвался. Привезли корм мгновенно для малышей. Привезли корм для взрослых собак, чтобы мы могли накормить. Приехал Женя и привез вот этот корм. Мы сегодня сможем всех накормить. Новым кормом, чистым. Чистый корм привезли. Даже сегодня, завтра сможем накормить вот этим кормом. Погибло 13. Мы не можем их убрать, врачи сказали не трогать. Завтра будут брать еще и на бешенство. На сутки новый чистый корм у нас есть. Привезли лекарства. Люди отозвались, люди приехали помочь руками. Если бы не эта экстренная помощь, мы бы просто не справились. Город прислал своих врачей. Отозвались частные клиники. Тоже приехали к нам на помощь. Друзья, я не могу передать, что я вчера испытала. Я думала, я сдохну там рядом. Капали где могли. Раскладывали по тележкам. Привязывали капельницы к заборам. Врачи убрали срочно, освободили выгул. И на тот выгул сносили всех больных собак. Об удобствах, ребята, в тот момент никто не думал. Главное было принести, уколоть, сделать что-то, прокапать. Понимаете? Сегодня утром упало еще две собаки. На данный момент отравлена 161 собака и плюс 13 погибших. Мы продолжаем наблюдать за животными. Этот ролик, он экстренный. Чтобы рассказать, не люблю сплетни, не люблю домыслы. Пытаюсь с первых рук сказать вам, что происходит. Мои хорошие, если вы с нами, мы не откажемся от помощи. Потому что 10 тонн корма, пока будет разбирательство, никто нам не вернет оплату за него. И никто не привезет новый. Нам нужна сейчас ваша поддержка и помощь. На лечение и на корм. Если вы сострадаете нашей беде, я прошу вас, друзья, отзовитесь. И не дай бог вам испытать нечто подобное. Не дай бог. Спасибо всем. Друзья, я вчера также обратилась в администрацию. Обратилась к заместителю мэра Собакину Михаилу Николаевичу. Сразу позвонила, дозвонилась. Объяснила, что у нас беда, что нам срочно требуется помощь города. В ответ мне сказали, я подумаю, но не обещаю. И положили трубку. Я обратилась к Собакину Михаилу Николаевичу. К тому, кто приезжал к нам вместе с мэром округа. И кто еще в апреле месяце обещал нам выделить гравий для вольеров. Обещание так и не было выполнено. Я не знаю, как город объясняет людям, что животных с их улиц убирают волонтеры. Частные приюты. Не участвующие ни в тендерах, нигде. Но вы видите наши ролики, вы видите, сколько мы собираем животных. А город нам выделил помощь. Мэр округа Артамонов, когда побывал у нас в гостях, сделал очень красивый жест рукой и сказал, запишите, я буду оказывать фиксированную, постоянную помощь. Потом подумал немножечко, повернулся и сказал, ежемесячно тысячу рублей. Он сказал это при свидетелях. Рядом находились и депутаты, и Лебедев. И еще находились. Собакин был рядом. Я ничего не могла сказать, ребята. Я обстояла в таком диком шоке. После того, как майор округа прошелся по приюту, он выделил нам тысячу рублей. Были даны обещания, что нам привезут гравий. Разумеется, когда я позвонила собакину и спросила, вы привезете нам гравий? Мне ответили, в данный момент это важнее для бабушек, которым мы обещали отсыпать дорожки. Это был первый ответ. Второй я получила вчера, когда попросила помощи для умирающих, отравленных животных. Это отношение Чеховского округа к приюту. А ведь мы забираем сотни бездомных с этого округа. Собираем деньги у вас, лечим их, пристраиваем. Избавляем людей от покусов. И вот такое отношение к нам. Зато газеты тут же выпустили интервью или сообщение, не знаю как, о том, что мэр округа будет ежемесячно, фиксировано оказывать помощь приюту. Только, наверное, постеснялись указать сумму одну тысячу рублей. Именно поэтому, друзья, я обращаюсь за помощью к вам. Ко всем, кто сейчас смотрит этот ролик. И прошу вас, не бросайте нас, пожалуйста. Не бросайте нас, как это сделали власти Чеховского округа. Добра вам, люди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok